дорогие друзья не словом а делом мои хейтеры здесь начали кричать вали отсюда в свой город киев и всего остального молодец мэр хочу хейтерам объяснить что ссылку на видео разговор о том что мэр сказал власть центральная ни копейки не дала zero 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 я отправил естественно центральной власти компетентный уровень для того чтобы разобрались так все таки дала не дала и вообще кто что дал и я думаю что господина мэра будут проверки возьмем узнаем кто же вот там друг в полиции который покрывает его потому что мне в личные пишут очень много людей из города житомир горожане говорят о том что он тонна такая 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 ситуация все эти факты я сейчас буду отправлять в комитеты правоохранительных органов комитет здравоохранения для того чтобы выяснили что же происходит в медицине в целом городе житомир и в области а где есть я есть городе коростышев это первая больница которая была по списку у меня где суслик не помню имя отчество к сожалению сказал о том что больница опорная и здесь все есть ну давайте посмотрим что здесь есть ну да палатка есть лишь палатка как обычно все есть вот такая вот больниц страх и ужас я уже вижу такое ну может ремонт будет делаться не знаю пока что я вижу даже здесь рентген кабинет есть ничего себе давайте смотреть это тоже здание больницы то здание больницы мне же важно инфекцион наверное такое подозрение двери открыт либо морг либо инфекционка я посмотрю может это здание вообще не понимаю что здесь мусор убрали убрали мусор так с мы выясним что здесь как правило обычная фикционка отдельно стоит от всех зданий запах больничный сок он идет а это бокс и правильно я угадал мать моя женщина да господи здесь черт ноги сломает все открыто что хочешь то и делай ядрический случай да да это это инфекционка отделение инфекционки при карасышевской больнице я в диком о это у них здесь скорее всего на дровах топят придется обойти стекла порезанное все валяется все разрушено сейчас мы обойдем здесь скорее всего вход сам интересный вход будет закрыт они охот открыт нормально сейчас скажут ну блин ну случайно открыли давайте шпион покажу что это же вы понимали что здесь написано правильно инфекционная больница а бокс это открытый а значит что там никого нет я слушаю сейчас послушаем что говорят а 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 сейчас они офигеют и а девчата доброго дня и будь ласка я журналист города Киева был у суслика на приеме приехал к вам знаете суслика слушали только суслик Начальник управления. О, Боже, здраво. Знаете, да? Мы с ним мило пообщались, я приехал к вам. Он мне даже сказал, что я могу смело приехать. Первое-наперед, что меня интересует, защита вся. Я такие цифры увидел нереальные. У вас должны быть костюмы полностью, во всем, во всем должны быть одеты. То есть, если не дай... У вас же есть ковидные, так понимаю, да? У нас и макия чистая. Ага, то есть больничка чистенькая. Ну, судя по тому, что я вижу, у вас здесь клееночка наклеена. Назад клееночка. Ну, там грязная зона, так называемся, да? Если не дай бог... Ну, в целом, если что, будет грязная зона. А я могу увидеть эти костюмы? Где они у вас? Покажите мне. Ну, если они у вас есть, конечно. Костюмы, масочки, то есть... Потому что Житомир начинает по чуть-чуть заражаться. Ну, пишут в интернете так, по крайней мере. Я думаю, что Карасишу скоро у вас будет здесь. Бахил. Это же не костюмы. Это же не для вас костюмы. Это не те костюмы, о которых говорилось. Химзащиты. Костюмы FF3, которые защитные. Которые даются нам, как только появляется ковид. А где они есть? Чтобы я пошел посмотреть. Это нужно до ночмеда. У нас есть подозра, они нам приносят. Ага. Ну, почему они у вас здесь не стоят хотя бы на том, что, не дай бог, сразу одели? То есть, если есть подозра, вы побежали и будете забирать костюм? Нет. Нам его все приносят. Нам подозра есть подозра, и они не могут ее, хворого, завести в нас в отделение. Нас не поведомят. Понимаете? Ну, я понял. Хорошо. Как ночмеда зовут? Алла Петровна. А где я на Сишке пошел поискал ее? В Центральном корпусе. А где на каком этаже? На Баршин стоите. Ага, Алла Петровна. Хорошо. Девочки, я просто еще не только журналист, я еще и из профсоюза медицинского, и поэтому для меня важно, чтобы вы были одеты. Потому что у нас уже больше, там, по-моему, пяти тысяч медиков по Украине заболел. Ну, у нас у всех хвороша на дву. У нас не заразилась ни одна людина, яка не притягивала. У вас ни один ковид, у вас был ковид вообще в инфрисонке? Конечно, у нас на основе десертельный выход был. У нас было несколько ковидов. Працювали три бригады с ними, у нас было много хворых. И слава Богу... Ну, после этого все помыли, продезинфицировали, да? Конечно, конечно. Ага, ну хорошо. Еще раз, Алла. Петрина. Петрина, спасибо. Пойду пообщаюсь с ней. Так, ну инфекционку видели открыто, потому что нет ни одного больного на данный момент ковидного. Слава тебе, Господи, что нет. Идем к Али Петровне смотреть, спрашивать у нее. Здесь, я так понимаю, делаются коммуникации. Не, не то, что не моя сцена, но привыкли, что просто никто сюда никогда не приезжает. А приезжают только после 5 заказов. Ну, идемте к Али Петровне узнать, где же ее костюмы. Потому что то, что мне показала старшая медсестра, это не костюмы, это обычно одноразовый халат, который не защитит от ковида. Сейчас, подождите. Теперь надо определиться, где здесь мне найти Аллу Петровну и центральное здание. Здесь так все разбросано, непонятно как. Ну, кислород уже, вижу, есть. Парни с косородом мучаются. А, вот вход. Я сам посмотрел на вход. Не, ну, реклама делается, Господи, ремонт делается по чуть-чуть. Чай, кава, все дела. Хит. Сейчас мы зайдем к Али Петровне. Так, где Дез-Средство? Не вижу. Я же не знаю, где взять бахилы. Главное маска, чтобы была. Алла Петровна, добрый день. Вы, Алла Петровна, да? Я журналист с города Киева, был у Суслика, членника управления, и он сказал, что у вас все идеально с защитой. Приехал посмотреть. Зашел... Не, я не от него, я журналист, который был у него. Можете набрать его сейчас, и узнать будет. Ну, я не буду набирать, беспокоить директора. Ну, почему, можете спросить, был ли у вас Антон Сергеевич, спрашивали что-то. Он сказал, что у вас защита в полном объеме. Он мне показал цифры. Теперь я хочу эти цифры сравнить с тем, что есть у вас. Я говорю, я могу приехать. Он говорит, вы можете в любую больницу приехать, и вам все покажут. Я у вас. Потому что то, что я только что видел в фикционке, это не защита. Это просто одноразовый халат. Лежа стоя, обычно одноразовые халаты лежат. Это не та защита, которая должна быть в больницах в фикционке. Я же-то знаю, потому что всю Украину уже объездил. У меня даже в машине лежат комбинезоны специальные. У нас все комбинезоны есть. Вот еще уже видите. Количество главное, чтобы у нас совпало с тем, что в Минске начальник управления. Конечно. А вы без маски? Не выдают? Борисович, добрый день. Нарушение 322-го протокола. Сегодня общался с начальником управления. Он сказал, что если я одного буду замечен, то будет оштрафовано. Вы кто? Представьтесь, что он увидел. Вы же метработник? Вы метработник? Вы должны находиться на территории учебного учреждения в маске. Это постанова. Не важно, какой журналист. Здесь написано? Почитайте. Ну, я так читаю. Журналист про тогею коррупции. Интергра. Антон Гора, журналист. Совпадают фотографии? Могу снять маску? Все. Скажите, прямая трансляция идет на офис президента, генпрокуратура, Радуцкого и все остальные. Все видят. Это кто? Главный врач? Ну, что, вы будете сообщить меня? Сразу скажу, после меня будет проверка СБУ. Я написал заявление. И попоказывать. Скоро? А, ну, раз. Добрый. 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 Значит, видите, ось наши залишки. Это понятно. Ну, залишки хорошо. Давайте, я заснимаю. Да. Халат, респиратор, костюм, биозахист одноразовый, медичный, медичный, захист. Почекайте, подождите, а пришел анализ уже, Егор? Откуда вы знаете? Сейчас я выясню. Добрый. Хорошо, я выясню. Я сейчас выясню, перезвоню вам. Добрый, давайте. Дверьте, главный лекарь, есть какие-то вопросы, идут до главного лекаря. Я заступник главного лекаря. Можете сфотографировать? Залишки. Все, уже записал. Момент на 30.06. Это мы просто розрахунки сейчас сфотографировали. Ну, сегодня уже второе, 07. Три дня прошло. Это залишки. Уже эти два дня на залишки не сменился. А где главный лекарь? О, маска-то хорошо. Вы ходите с этого стану, в соседнее здание, поликлиника, на троне поверок и зайдетесь, спитаете линию. Как зовут его? Это написано. Это Александр Борисович. Александр Борисович, спасибо. Ну, идемте к Александру Борисовичу. Главный лекарь, видать, хочет неприятностей. Без проблем. Создадим. к Александру Борисовичу. Мне тоже начинает слишком поднадоедать все. Им еще важно знать, какое вы дань. А у меня вы что? Я так понимаю, цензура, наверное, есть. Да, можно запускать журналиста одного, а второго нельзя запускать. Одному можно давать, а второму нельзя. Ну, сослов, скорее всего, Александра Борисовича. Он так очень хотел узнать, журналист, какого же я выданья. А как продиктовала стоп коррупции, так там, скорее всего, какие-то начались проблемы. Так, районная больница. Поехали. Сейчас, пока он до суслика дозвонится. Ой, как хорошо здесь, прохладно. Так, и Александра Борисовича нарушений куча здесь. Здесь якобы кто-то должен сидеть. Вот там он кто-то должен сидеть. Якобы. Так, ремонт не заходите. Александр Борисович. Та-ра-та-та-ра. Та-ра-та-та. Писля огляду семейного врача. А семейный врач тоже боится. Так. Где же Александр Борисович? Александр Борисович, где вы? Подскажите, где Александр Борисович сидит? Семейный врач. То есть налево здесь, да? Да. Дякую. Налево. И в самый динейский, в самый динейский, в самый динейский. В самый динейский, в самый динейский. Дякую. Александр Борисович. Уже шесть человек нарушают масочный режим у вас в больнице. Значит, эти пациенты должны не ходить в масках, а сотрудники бухгалтерии нет, да? Та-ра-та-та. Вон, Александр Борисович. Как это нет? Его нет? Добрый день. Только что его набирали, он сказал, что я зашел к нему. А там кто-то есть с ним, да, у него в кабинете? Такая чернечка-то, раз он меня ждет. Хочешь спросить, как он не ходил? Не, я хочу к нему. Его нет просто в кабинете? Не надо. А, то есть я думал, что просто он там есть и... Ага. Так, Александра Борисовича нет пока на рабочем месте. Ну что ж, мы пока с вашего позволения посмотрим больничку. Для начала спросим унисанитарочки. Скажите, пожалуйста, вам масочки выдают? Ой, все там выдают. А вы-то людей не малили, я решила бы в маске вымачивать. Ага. Не, ну у меня тоже не мачем дыхать, просто это, я хочу вас, чтобы вам выдавали. Не, ну главное, выдают. Вы все там выдают, да. Хорошо, хорошо. Вопросов нет. Александр Борисович, чем дольше у вас нет, тем больше я буду сейчас находить проколы в вашей больнице. советую поторопиться. Плановый экономический отдел, эвакутинион, мать моя женщина, дверью покосившись. И так пойдет. И так пойдет. И вот так вот пойдет. Гирлянда несет. Александра Борисовича. Будь чемным. Дякую за разумение. Не заходьте в плановый экономический отдел. Просто так. Ну что, Александр Борисович, я же здесь. Бухгалтерия. Бухгалтерия. Здесь у них актовый зал, я так понимаю, они здесь сидят и распределяют. Где же Александр Борисович, может, с усликом общаются? Правильно задаете вопрос. Правильно. Если нет ковида или есть ковида. Нормально. Разгар рабочего дня и никого. Скажите, вы как врач, у вас масок много вам выдают? Маски, перчатки, чтобы вы сидели на рабочем месте. Это я по этой причине сюда и пришел. Спасибо. А вы относитесь к семейным либо к больницам? В больницах. Ага, понял. Семейцы там, в больнице. Не, не, я просто спрашиваю. Для меня просто важно знать, чтобы врачи были все в масках, чтобы у вас были перчатки, маски, комбинисты, у вас все было, потому что... Все ерко, у вас же приемы другие учреждения. Не, ну понятно. В любом случае, вы находитесь лечебным учреждением, а есть такая внутрибольничная инфекция, знаете, да? Она есть. Поэтому маски выделили в большом количестве, это я точно знаю. Я сегодня был у Сусликова, он мне там показал такие цифры, что можно этих масок на себя одеть 350. Так вот Александра Борисовича нет, понимаете, я отхожу ищу его, знаете, как ищем, ищем и не можем найти. А он знает, что я здесь есть, он куда-то убег. Я так и что спел коллапс из ночменов. И он пытался узнать, что это журналист. Я ему объяснил против коррупции, он сразу убежал куда-то, понимаете. Нет, Александра Борисовича. Ну вот, Александр Борисович, ну я же вас жду, ну где же вы есть? Ну что же это такое? Ну почему во всех больницах одно и то же? Почему все брешут? Да, ковид где-то вокруг больницы. Александр Борисович, ау! Куда же вы делись, дорогой ты мой? Дайте ему перекурить. Ну пускай перекурит. Подскажите, где Александр Борисович? Александр Борисович был на месте. Ну нет на месте его, представляете? Он знает, что я в больнице, а его нет. Сказал прийти, я пришел. Ну если он сказал прийти, значит он должен быть. Вызвали какое-то отделение. Так он же знает, что я здесь. Вот прям только что ему звонила ночмед. И он сказал, чтобы я подошел к нему. Я подошел, а его нет. Ну что ж такое. Абит у него закончился? Обед закончился у него, да? Обед у нас сейчас. А, ну значит обеда нет у него. Перекура тоже нет. Где-где? Как он может быть на выклику, когда мы только что с ним общались? Ну что же он врет? Ну только что с ночмедом общался. Она же набрал, он сказал подняться. Вы что, издеваетесь что ли? Ну я сейчас буду полицию сюда вызывать. Ну а кто? Он издеваетесь как-то журналистом. Он сказал подойти к нему. Я подошел к нему. Какой выклик? Он же дома сидит. Я же знаю. А он что, семейный врач, что он на выклик? Ну кому он выклик? Скажите, пожалуйста. Ну а кто он, что его выкликают на выклик? Чтобы я понимал. Я буду сейчас поднимать вопрос через суслика. То есть на выклик. Так дайте мне визиточку, сейчас его наберу. Если вы даете людям визитки. Прикиньте. Ему звонил ночмед. И он же сказал подняться к нему на второй этаж. Он как только узнал, что я журналист против коррупции, сразу же у него выклик. Это так? А сколько он будет на выклике? Давайте так. Я сейчас ухожу. Вы ему пишите смс, что все видео я передаю в СБУ о том, что было сделано. О том, что я так и не дождался его, что он якобы должен быть на рабочем месте, но он срезка на выклике, хотя он до этого сказал, что он ждет меня. Все это для проверок, для крут. То есть я сюда загоню полностью все спецслужбы для того, чтобы работали. Он на это согласен. У него есть ровно 10 минут, мне отзвонится. Телефон ему сейчас вам написать. Хотите? Пускай звонится. Я пока на территории. Я буду снимать все сейчас нарушения по больнице. Давайте. Можете передать ему номер телефона. Если в течение 10 минут он не перезвонит, я начинаю тегать абсолютно всех. Этих Степанова, Ляшко. То есть все будут знать о том, что у него больница становится. Я с Сусликом общался. Суслик мне дал добро сюда приехал. Суслик знаете, кто такой Суслик? Начальник департамента. Пускай ему сейчас перезвонит. Я с Сусликом только что общался. У него все равно 10 минут, чтобы меня набрать. Спасибо. Задолбал. Я знаю, что он прекрасно где-то отдыхает. Уехал домой. Че, блин, мальчика нашли, что ли? Гонять меня. Здесь, здесь, да. Охренеть. Некоторые директоры КНП работают до 9 вечера, потому что посвящают себя работе. А такие, блин, как Александр Борисович, которые лгуны. Сейчас, подождите, я вернусь к ночмеду. Что-то мне, изменить его-то делают. Возвращаемся обратно. Ты посмотри. Совсем уже распоясались. По-моему, подписывали себе контракты. Получают деньги НЦЗУ. Наши с вами деньги. И оно сидит дома где-то там, на выклыке, а-ля. Спасибо. Пишите, пожалуйста, за нушью издеваются. Его нет на рабочей месте. Он сказал пойти к нему, он вам же сказал, чтобы я зашел к нему, правильно? А можно узнать, где он? Какое-то издевательство. Я же не маленький мальчик, бегать по всей больнице. Ну я уже пробегал туда-сюда. И инфекционки. Я предупредил, что вызываю Службу безопасности Украины. Ничего, еще будет одна приверка. Уже будет от меня, от журналистского запроса, от депутатского запроса, от комитета, от Радуцкого будет. Можете сказать ему. Проверим, что вы здесь покупали, за какие деньги. Мне Суслик сказал, я могу смело сюда ехать и проверить наличие. Наличие всей защиты, которая есть на складе. Чтобы это совпало с теми цифрами, которые предоставил мне Суслик. О, спасибо за внимание. Гаря, двойца, вы зараз там дружите? Подождите, минутечку. Почекайте. Горисович, журналист хочет встретиться с вами. Житомир, главный. Я сейчас покажу ему на раскладе, что Суслик на все знаки. Добрый, хорошо. Гаря, алло, вы на месте? Сейчас, где идут, хочет сфотографировать, что Суслик не есть на явности на щебу. Хорошо? Давайте. Куда идти? Пошел. Пошел. Так, вы все прекрасно слышали то количество, которое Суслик назвал вам. Все мы в прямом эфире. То количество должно совпасть с тем, что у них здесь есть храни. Если они не совпадают, значит, тогда явно кто-то украл что-то. Чтобы в инфекционке ничего нет. Там просто одноразовые халаты стоят. Идем смотреть. Так, вы спросите, есть бумага? Есть анализ? Момор, когда конец? Теперь подчекайте, когда они начинали, скажу, что в Борьке не едут. Не же едут. Хочу, видите меня? Алло. Галь, Александр, покажите журналистам, хочется сняти, сколько всего у вас есть за храни. Дети, покажите костюмы, где у вас за храни. Костюмы, маски. Это, я вижу, пристрель для выливания. Гумовы дополнили. Гумов, гундоп. А, гуманитарная помощь. Гуманитарная помощь. Меня гуманитарка не касается. Суслик сказал, были за деньги куплены. Это гуманитарка вся, видите? А Суслик мне дал информацию четко по госзакупкам. Волонтер, волонтер, волонтер. Ага, ну давайте дальше. Давайте дальше. У меня количество Суслика есть, то, что передал. Я хочу сверить. У вас должно быть очень большое количество защиты за этих одноразовых костюмов, только костюмов, а не халатов. Ну у нас это все костюмы. Вы достаньте костюмы. Достаньте, покажи, какого класса у нас костюмы. Оксана, были не показаны. Ну я же не могу рыться. Я же не имею права рыться. Ну я же не имею девочки, права рыться. Так, комбинезон. Ривен захисту. Так, респираторы. Это не FF3. Чего они? Ну это... Она даже с клапаном должна идти здесь, без клапана. Нет, нет. Это они, бук-3. Они на обовязковом, чтобы были с клапаном. Так, хорошо. Очки. Окуляры, Галя. Где окуляры? У них в других комнатах. У вас все разбросано, я так понимаю, да? То есть, значит так. Я увидел два щитка. Напив маску, не два щитка, не два щитка. Ну я вижу пока два щитка. Покажите мне наличие. 27 щитков у вас должно быть в больнице. 27. Где они? В другую комнату занеси, хай неси. Щитки, хай неси. Медсестры, медперсонал полностью должен быть одет. По первому требованию. А маски одноразовые должны быть у всех одеты. Я заснял нарушения грубые в вашей больнице. Мы сидели в кабинете и поставили... Неважно. Даже Сусли сказал, если в камеры попадает хоть один человек, будет догано. Потому что маски должны быть. Вот окуляры. Вот свою дырку. Ну вот окуляры я вижу. Но это не то количество, которое вы мне сказали. Здесь буквально там 7-8 штук. Ну а где? У вас бардак творится, девочки. Ну это неправильно. Я сколько езжу по Украине, обезу 22 тысячи километров, посетил больше 300 больниц, и я уже знаю, как должен быть не бардак. У вас бардак, девочки. Когда у вас поступят, не дай бог, больные, вы будете бегать, как сумасшедшие. Вы не знаете, что у вас где творится здесь. Александр Борисович ваш вообще якобы был в больнице, а сейчас он в Житомире оказался. Ну я так понял, щитков нет. Ну где? Ну где? Давайте, что вы хотели мне здесь показать? Хорошо, давайте посмотрим еще, что у вас здесь есть. Давайте посмотрим. Ну то есть будет 27 щитков, да? То есть там 2, значит тогда 25 щитков я должен... Это не щитки? А, щитки. Что это? Ага, щитки. Так, хорошо. Это я знаю. Сколько у вас в наличии обычных одноразовых масок для медперсонала? Обычных одноразовых, таких как у вас. Сколько у вас в наличии штук? Эмм, щас, здесь 1200. 700. Так 1200 или 700? 700. Уседни пересчитывали на первое число. На 30-е на 60-е 700. Вы через сколько меняете у медперсонала маски? И где? Обычно одноразовые вот такие, как у вас на лице. 24 года не меняем. 24 года, да. А мы, короче, здесь 620, а остальные там волонтерские, но мы для... Все, вам спасибо, я увидел. Я увидел. Все, мне важно было увидеть комбинезон, я в этом сфере с цифрами. Ну и еще там комбинезон. У меня, да. Все, все, для меня важно, чтобы у вас все было в наличии. Спасибо вам. Единственное, что с нарушением по поводу того, что они носят маски. Почему в больнице не носят маски? Вот у меня, можете зайти сейчас в мое видео, посмотреть на чат. Поверьте, можно, потому что в больнице, к некоторых я был, там даже боятся шапочки снять. Ну молодцы. Понимаете, там настолько строго, что даже санитарь. Все, абсолютно вся в больнице. Не, в инфекционке, ну как, девочки держат маски. В кабинете, поэтому я как бы, понимаете, я не только журналист, я ищу из профсоюза медицинского. Я защищаю вас. И один из тех, кто пытается заставить, чтобы подняли заработную плату. Тот, который ходит в мост с утра до вечера и контролирует их там. Но мне важно, чтобы у вас не было халатности. Понимаете? Самое важное. Халатности по отношению самой к себе. Спасибо. Спасибо. Так, ну с Александром Борисовичем мне все понятно. Скинул на девочек. Узнал, что журналист, и он уже резко оказался в Житомире. Резко в Житомире. Поэтому могу сказать одно, что больница не соблюдает карантинного режима. И отдуваются за все это как раз-таки простые девочки, медсестры, ночмеды. И девочки из инфекционного отделения. Что я могу сказать? Карастырская больница, как там сказать, не прошла, скажем так, проверку на вшивость. Особенно с Александром Борисовичем. Александром Борисовичем, вам позор. Самое натуральное, что вы отдыхаете в Житомире и пьете кофе. Тут вы резко были здесь, к вам подняться. Тут вы резко пошли на выклык. Ваша секретарь сказала, что у вас выклык к пациенту. А потом оказывается, что вы в Житомире. А что вы делаете в Житомире? Там что, выклык пациента в Житомир? Оттуда там свои врачи есть. Поэтому берете свою шкуру, задницу и приезжайте сюда. Я к вам еще приеду обязательно в то время, когда вы меня будете здесь не ждать. И еще раз проверю. Как вам? Там машина, около панилина должна стоять. Светлана, а где? Я не вижу поликлинику. Я вам показываю, где я стою. Куда мне идти, чтобы видеть поликлинику? Это? Это? Там я был. Где поликлиник? Сейчас будем спрашивать. А подскажите, а где поликлиника здесь? Где поликлиника, девушки? А ну поликлиника обычная, которая рядом с больницей. Сказали мне, поликлиника где-то есть здесь. Туда? Туда вертаться и наливы, там не расскажут. Да, я представляю, честно говоря, как и вам, обычным людям, здесь тяжело, если журналист не может добиться адекватных каких-то действий со стороны главного врача. На выклоке он, бляха-мух. Ну, сейчас посмотрим. Подскажите, какая у него машина, марка машины? Я работаю тут. Вы работаете тут? О, добрый, а кто вы? Скажите, пожалуйста. Так а кто вы работаете тут? Так у меня вот документ мой, на, ну посмотрите. Чего? Так вы же работаете. Не? Чему? А что вы снимаете, шаново? Так чему? Важаемый, а что вы снимаете? Я снимаю территорию. Да, лекарни, лекарни. А ради чего? Не ради чего? Я снимаю лекарню. Лекарню. Территорию та лекарню. А для чего, господин, шановный? Шановный? Ну, для того, что головный лекарь, что-то мутно. Мы пытаемся узнать, что-то мутно. А знаете, я вам сейчас скажу, какая ситуация произошла. Прихожу я в больницу. Не, чтобы вы знали. А мне говорят, что главный врач на выклике. А потом выясняется, что главный врач в Житомире. А тут перезвание в областной совет. Нет, соврали, нет, соврали. Потому что говорят сразу, вы знаете, у нас главный врач Житомире. Они говорят, что вы на выклике, либо в кабинете, понимаете? Я с города Киева. С города Киева. Я знаю, что вы с города Коростышева. Но я занимаюсь больницами, освещением больниц, проблемами больниц, зарплатами, ковидными выплатами денег. Супер, но то, что я его не вижу. Да, но здесь информация другая у меня. От ваших же ж граждан. А, ну, сейчас узнаем. Узнавайте. Так вы скажете, кто вы? Чему? Вы же сказали, что вы работник. Не скажу. Да ладно. Чему? Не, вы вольная людина. Вы имеете право. Героям славы. Героям славы. Героям славы. Героям славы. Ну, ищем поликлинику. Реклама. Нема билого буса, поликлиники, я так понимаю. Есть что, так, это же поликлиника, да, я так понимаю, но на заднем дворике белого буса Нема, значит, может на самом деле. Не, с одной стороны, вы знаете, это респект в этом плане главврачу, когда за него заступаются обычные граждане. Это реальный респект. Здесь ничего не скажешь. Когда ты получаешь поддержку от своих же жителей, то нам, журналистам, активистам, очень сложно тогда пробиться и найти правду, потому что его защищают. Это хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, жители города Коростыши, вы не понимаете, что если бы у вас главный врач был бы немножечко... По секундочку, у меня прямой эфир, я вас чуть попозже наберу, хорошо? Да, спасибо. Так. Нет, я удрал, смотался. Так, конечно, удрал. Видите? Нема. Нема. Нема, нема, нема. Нема, нема, нема. Нема. Все, ушел главный врач. Уехал, скрылся, смылся. Короче, его здесь нигде, к сожалению, нет. Нема. Я не знаю, что с интернетом. Связь такая, плохая. Ну ладно, покажу тогда вам территорию. Больница. Ну что же делать, раз я здесь, что бы и нет. Такой хоздворик интересный. Я не знаю, что это за здание, но судя с... С вентиляцией, со всеми делами... Там машина выезжает. Да. Очень, очень жаль, что мы не пообщались с Александром Борисовичем. Надеюсь, он это видео увидит. Ему будет очень стыдно, что он, как последний трус, убежал. Да, рабочий день закончился. Понятно, что скрылся. Гад. Скрылся гад. Хотя, видите, один доктор сказал. Масок нет. Причем она сказала открыто. Это зачем мне жалобы писать? Для начала я это видео делаю, чтобы потом, чуть попозже, заняться вопросом о нехороших главврачах, нехороших департаментов, директоров. Мы скоро займемся этим вопросом. Там котельная, дальше морг. Да я уже слышу по запаху. Слышу по запаху, что трупный запах. Да, вот котельная, вот морг. Вот оттуда тянет так добротно. Слушайте, прикиньте, морг прямо, по сути, на улице возле этого. Он там кушают парни. Нравится мне. Да, запах формалина оттуда тянет очень сильно. Фу. Дышать нечем. Да, получается, если это морг, значит, морг, прикиньте, находится на улице, где люди вот ходят. Окна разбиты. Ну, понятно, кому-то не понравилось. Кто-то разбил окно в морге. В общем, вот такая вот больница. Девочки, я ничего не могу поделать с интернетом. Это город Коростышев. И здесь есть очень большая проблема именно с интернетом. Все. Что я могу вам сказать? Коростышев и районная больница показала себя не самой лучшей стороны. Вот по поводу нахождения на рабочем месте и безответственности и халатности еще раз подтверждает в том, что у нас, к сожалению, центральная власть по какой-то причине не может контролировать, либо не хочет контролировать работу лечебных учреждений. Хотя я бы в МОЗ уже давно бы создал какой-то отдел, платил бы сотрудникам зарплату для того, чтобы они, в принципе, плюс-минус выполняли вот эти функции, которые выполняю я. Но только одно дело, когда ты журналист приезжаешь, другое дело, когда ты приезжаешь официальный чиновник с официальным письмом, и тебе знают, кто ты, что ты. И вот тогда никто бы уже не смог ни отвертеться, ни придумать какие-то сказки о том, что Александр Ильич где-то там Борисович, Александр Борисович где-то там на выхлоке, где-то еще там. Вы же сами слышали. Они вообще не знают, кто, что, где, куда. Бардак. Просто натуральный бардак. Встретимся, я думаю, что еще в каком-нибудь городе Житомирской области, возможно, завтра, возможно, в понедельник. В любом случае, мы с вами увидимся, я вам еще покажу, как работают больницы. Суслик, забыл, как вас зовут, первая больница, обратите внимание, та, которая не прошла, ничего. Насчет дочки, которая была больная, ты обещал. Объясняю, родители пока не очень хотят афишировать это, попросили, чтобы я не включал прямой эфир и ничего не говорил, хотят спасти сначала девочку, а после этого будут говорить. Пока я не могу заставить их говорить, сори, извините. Пока-пока.